Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не может повториться. Это ваш уникальный адрес. Поэтому вы должны проверить, а вдруг уже кто-то зарегистрировал такой домен. Вот давайте сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Просто введу свой домен, тот, который у меня зарегистрировано. Ой, извините, вот как раз этого делать не надо. Значит, вот тот домен, который я решила зарегистрировать. Здесь, нажимая вот на этот треугольничек, я выбираю зоны. Что такое зона, мы с вами говорили. И вот если я сейчас зайду вот сюда, на одну из своих статей, то мы с вами давайте вспомним еще раз, что такое домен, как он, собственно говоря, регистрируется. То есть домен – это практически буквенный адрес вашего сайта. У нас есть IP, то есть цифровой адрес сайта. И этот цифровой адрес сайта будет уложен на сервере хостинга. Но для удобства, для того, чтобы люди хорошо запоминали ваш адрес вашего сайта, для того, чтобы вы сами очень хорошо его помнили, вы даете ему буквенное обозначение. Причем надо дать такое обозначение своему домену, чтобы вот домен очень хорошо отображал, собственно говоря, назначение вашего сайта. Давайте обговорим следующее. Если вы хотите продвигать свой бренд, иначе говоря, свое имя, то вам необходимо выбрать такой домен, чтобы этот домен отображал именно ваше имя. Если вы хотите продвигать какое-то свое дело, ну, например, вы занимаетесь производством косметики, и вы хотите создать сайт, который вы отображал, так сказать, рассказывал о том, какую косметику вы выпускаете, то вам надо подобрать такое доменное имя, чтобы оно легко запоминалось у людей и ассоциировалось именно с вашей косметикой. Если вы хотите продвигать, ну, какую-то услугу, например, вы собираетесь вязать, например, вы хорошо вяжете, собираетесь вязать какие-либо вещи для детей, и хотите продавать их, например, на своем блоге, или впоследствии создать какой-либо свой интернет-магазин, но для начала вам нужно сначала продвинуть, опять же, свой бренд. Но вы не хотите давать имя, а хотите дать именно название сайту, свое доменное имя, чтобы в нем отображалось то, чем вы занимаетесь, то есть цель создания вашего сайта, тогда вам нужно очень хорошо продумать краткое, хорошо запоминающееся название, которое бы отображало именно ваши действия, вот связанные по вязанию детской одежды. Запомните, ваш домен не должен быть длинным. Ваш домен желательно, чтобы не имел никаких цифр. Не надо, например, давать домен какой-то там совершенно непонятный, не запоминающийся, плюс еще какие-либо цифры, которые этот домен ни о чем абсолютно не говорит вашему посетителю. Поэтому домен нужно очень тщательно продумать. Мы уже говорили с вами, что вот сам домен или зона основная домена, она будет соответствовать, если взять по аналогии адреса, то она будет соответствовать адресу страны, той страны, где вы находитесь. Вот для нас, для русскоязычного населения, оптимальный вариант – это выбрать домен в зоне РУ. То есть это иначе будет говорить о том, что это российский домен, что здесь работает человек русскоязычный, что это человек россиянин и так далее. Дальше вы пишете тот адрес, собственно говоря, достаточно короткий, который будет соответствовать наименованию там улицы, дома, города и так далее. Вот именно вот эту часть вы должны очень хорошо продумать. Перед доменом в любом случае, а сейчас браузеры делают это автоматически, у вас будет стоять протокол. Вот протокол – это http.2.2. Это протокол открытый, есть еще закрытый протокол у сайта. Это в том случае, например, если вы открываете кошелек, например, ну на том же самом WebMoney, вот зайдите, пожалуйста, к себе в этот кошелек и посмотрите, что в строке, вот адресной строке, вот здесь, у вас будет https протокол. То есть это так называемый закрытый протокол, который доступ будете иметь только вы, и зайти туда можно будет конкретно по вновь созданному, может быть, даже паролю. Вот, например, Kiwi или Яндекс кошелек, они каждый раз требуют введения нового пароля. Или, например, если вы делаете, у вас есть, точнее, интернет-кошелек в вашей карточке в Сбербанке, то каждый раз, чтобы войти в ваш кошелек, вам предлагается или получить по смс-код, или получить его на талонах, специально, где расписаны все пароли для каждого входа. Поэтому в данном случае у вас будет уже протокол ваш идти не http, а https. Значит, это и есть вот это вот слово-адрес, которое мы пишем с вами на конверте, например. Писали тогда, когда отправляли письма, почта. Сейчас мы это делаем достаточно редко. Итак, если мы вернемся вот сейчас сюда, то вот смотрите, нам предлагаются определенные зоны. Вот посмотрите, я ввела сюда домен alt-academic и решила выбрать зону. Выбирая зону, я вижу, сколько эта зона будет у меня стоить в год. Посмотрите, самые дорогие зоны – это in-mobile. Для россиянина оптимальный вариант, как мы говорили с вами, это вот такая зона ru. Посмотрите, стоит она всего 77 рублей. Вот если я оставлю здесь галочку, то у меня появляется, видите, зона ru здесь. Но я давайте выберу еще вот один домен, вот такой вот, alt-academic.com. Я хочу проверить, есть ли эти домены, зафиксированы ли они на DNS-серверах. И выбрать ту зону, может быть, или изменить какую-то букву в своем доменном имени, вот в том, которое я создавала вот здесь, если эта зона будет уже занята. После того, как я выбрала зоны, видите, здесь у меня показано, что я выбрала две зоны, я просто проверяю этот домен. И все правильно, посмотрите. Вот мой сайт, alt-academic.ru, сказано, что он занят. А вот alt-academic.com свободен. И я кликну вот на эту клавишу. Зарегистрировать смогу впоследствии зарегистрировать этот домен. Для продвижения собственного бренда я использую вот такой вот домен. У меня фамилия Смирнова, зовут меня Ирина, поэтому я выбрала Ири Смирнов. И, например, давайте я выберу вот три домена и проверю, заняты ли они. И, как видите, мой домен.com занят, домен.ru занят, а вот Ири Смирнов.su, как видите, он свободен. То есть вы должны, прежде чем решить, какой домен вы будете фиксировать, вы должны поработать вот с этой табличкой. Подобрать себе нужный домен, продумать его, и только после этого мы будем его с вами регистрировать. Итак, после этого мы с вами переходим на покупку домена. Заходим вот на эту ссылку, домены, переходим, регистрация домена. Здесь у нас точно такая же таблица, которую мы с вами смотрели тогда, когда еще не зарегистрировались на хостинге. Здесь нам необходимо сделать, посмотреть следующее. Мы опять вносим свой домен, я надеюсь, что вы его подобрали уже здесь. Ну, например, давайте вот я сейчас введу вот такой вот домен. Кликаю «Проверить». У меня появляется ссылочка о том, что этот домен свободен. И я кликаю вот на эту зеленую кнопку. И если у меня хватает суммы оплаты, внесенной на хостинг, то у меня сразу пойдет регистрация. Если же у меня такой суммы оплаты не хватит, то мне понадобится пополнить счет. Я могу пополнить счет, пройдя вот по этой ссылке. Теперь мы можем перейти к управлению доменами. Домен мы зарегистрировали. Нас после регистрации предложат просмотреть управление доменами. Вот здесь управление доменами, как видите, у меня нет, так как здесь не зарегистрированы домены. Что вы здесь делаете? Тогда, когда ваш домен зарегистрируется, он через некоторое время, это обычно несколько часов, может быть, даже на следующий день только, потому что это надо зарегистрировать на DNS серверах. То есть вам придет письмо на почту, где будет сказано, когда будет зарегистрирован домен. Он у вас вот здесь вот появится. После того, как он будет зарегистрирован, у вас появится дата, тогда, когда этот срок домена будет истечен. У вас появится возможность управления этим доменом. И у вас вот здесь вот будет возможность поставить галочку на автопродление. Сделайте это обязательно. Почему? Потому что если домен у вас закончит работу, то это будет ситуация такая. Вы не будете знать, что домен, уже регистрация его закончилась. А это может быть в случае даже простом. Вы просто забыли о том, что сегодня, например, заканчивается регистрация домена. Если в течение 30 суток вам никто не напомнит о том, что его надо оплатить, или вы его просто не оплатите, то ваш домен будет продан другому владельцу. А это очень неприятно. Поэтому лучше поставьте автопродление. Вот так, как у меня сделано на этих двух доменах. Видите? Вот у меня один домен. Мой Altacademic.ru. Здесь все показано, когда истекает его срок от 22 сентября 2016 года. Управление есть. Автопродление есть. И здесь показано, вот, продлить домен. DNS сервера указаны. И настройки этого домена, пожалуйста, здесь можно все просмотреть. То же самое с iris.com. То есть вот эти две галочки здесь не забудьте поставить. Итак, с доменами мы с вами разобрались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА